Пенсионеры сообщества «Литулос Бочи» самого крупного в Вильнюсе с тремя сотнями активных членов довольно часто встречаются. Лекции, выставки и концерты, летом экскурсии на свежем воздухе. Но раз в году собираются, чтобы подбить годовые расходы и узнать новости по самой острой проблеме – увеличение пенсий. В этот раз повезло встретиться всеми с несколькими депутатами. Был представитель от социального ведомства и управленец из Содры, а также банковский аналитик. С экрана автор обрушил на головы пенсионеров графики и диаграммы, столбики цифр и сложнейшие формулы расчета пенсионных начислений. Главное, что удалось понять сидящим в зале – повысить пенсии, в том числе с помощью банков, вряд ли удастся. Я давно знала, что фонды второй ступени пенсии абсолютно не несут прибыли пенсионерам. Прибыль в карман получают лишь те, кто их организует. Как мы увидели, 21-й пенсионный фонд учрежден, в том числе в самой Содре. Если бы Содра накапливал отчисления трудящихся на персональном счету, он получил бы на пенсии 1% от прежней зарплаты за каждый проработанный год, узнали пенсионеры. Сейчас же 30 и 40 лет стажа специалиста с хорошей зарплатой к старости все равно делают неимущим, сетуют пенсионеры. И предлагают свой выход. Чтобы о нищей старости задумались и депутаты, надо бы их самих поместить в те же условия. Я за то, чтобы и все ими работало больше молодежи. А сейчас, как мы видим, в 80 лет до самой старости работают все ими. Люди должны понять, что у них тоже есть дети и внуки. Дайте другим управлять. Попробуйте сами прожить на пенсию, без депутатских зарплат. Правда, у них-то хорошие пенсии. Я сама после прибавки 11 евро теперь получаю 299 евро пенсии. В прошлом году по статистике в нашей стране проживали более 600 тысяч пенсионеров по старости. Вместе с другими категориями получатель пенсионных пособий – это почти миллион человек. Еще 100 тысяч сидят без работы. Хоть и не все получают пособия, но пополнений в казну не приносят. Официальных налогоплательщиков немногим больше – порядка 1 миллиона 200 тысяч жителей трудоспособного возраста. И очевидно, что их пенсии вряд ли станут залогом достойной старости. Наталья Гаврюшова, Мартина Свит, Берет Первый Балтийский канал.